Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. В эфире Минское городское управление МЧС, студия Анастасия Гарбер. Здравствуйте. С начала года столичные спасатели потушили более 1600 пожаров и загораний. В результате их последствий погибли 24 человека. Минск чрезвычайный. Поджог. Предполагаемая причина пожара в Минске в минувшее воскресенье. Вечером в дежурную службу МЧС по номеру 112 поступил сигнал, что по переулку Медвежина горит хозпостройка. Когда пожарные расчеты были на месте, сарай уже полыхал. Спустя несколько минут пожар был ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал. Также в этот день, вероятнее всего, в результате короткого замыкания на улице Антоновской загорелся автомобиль. Огнем повреждены моторные отсеки, передняя часть кузова. Еще дважды на минувшей неделе в Минске горели автомобили. На улице Радиальное Рено, а на улице Каменогорской во время движения загорелся Вольксваген. Минск чрезвычайный. В остальном, минувшая неделя для столичных спасателей не принесла серьезных по своим последствиям происшествий. Однако более трех десятков случаев загорания, оставленной без присмотра пищи на плите и мусора в жиле, говорят о том, что резерв потенциально серьезных пожаров остается еще большим. Как правило, основная причина загорания мусора – это неосторожное обращение с огнем во время курения. Помните, непотушенная сигарета – это всегда источник повышенной опасности в быту. В подтверждение этому выезды более двух десятков раз на пожары, зарегистрированные в жилых домах. Горят контейнеры, урны, лестничные площадки, мусоропроводы. А все дело в отсутствии элементарной культуры у граждан. Немногие задумываются о том, во сколько обходятся такие пожары для здоровья и благополучия самих жильцов. Ремонт подъезда всегда дело хлопотное. Добавим к ущербу затраты на привлечение техники МЧС и получится та самая круглая сумма, которую вынуждены потратить из бюджета за отсутствие культуры у отдельного курильщика. О происшествиях сегодня все. Будьте внимательнее при обращении с огнем. Хорошего дня и до встречи через неделю. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Минск чрезвычайный.